Здравствуйте, я Владимир Антохин, телекомпания НТВ и госкорпорация «Росатом» представляет программу «Наука и мы». Программу о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Здравствуйте, я Екатерина Шугаева. Через 10 лет мы не будем умирать от рака. Я лично за, чтобы мы не умирали ни от каких болезней, но давайте хотя бы с раком разберемся действительно. Поэтому я пригласил оптимистов, которые считают, что через 10 лет мы действительно перестанем умирать от рака. Это Сергей Киселев, биолог-исследователь. Добрый вечер. Добрый вечер. И Галина Новичкова, гематолог. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня просто по традиции в гостях скептики. Ну, разберемся в конце программы. Мы все-таки будем или не будем умирать от рака. У меня в гостях Юлия Курашвили, онколог, эксперт в области ядерной медицины. Добрый вечер. И Лев Ашрафян, онкогинеколог. Добрый вечер. Добрый вечер. В конце программы наши гости и оптимисты. И скептики. Сделают прогноз, с какой вероятностью мы перестанем умирать от рака через 10 лет. Об истории борьбы человечества с раком расскажет наш эксперт профессор Капустин. Онкология. Страшная проблема. Страшная болезнь 20 века. По высказыванию известного японского онколога Хатори, это болезнь пожилых, это болезнь богатых. Существует очень интересная статистика. В странах, где люди имеют доход до 1000 долларов в год, смертность наступает в среднем в 50 лет. От рака умирает, ну, наверное, не больше 10% населения. И наоборот, в богатых, в развитых странах, где доход превышает 10 тысяч долларов на одного человека, смертность наступает очень поздно, но зато почти все население умирает от онкологических заболеваний. Это почти 80% населения. Вот почему уже процитированный мной профессор Хатори на вопрос, а почему же все-таки не снижается смертность от рака в Японии? Он сказал очень-таки раздраженно, но от чего-то же люди должны умирать. И вот представьте, мы победим рак, но на его место придет какая-то другая болезнь. И население, и все мы будем умирать от этой новой болезни. Ну, неважно, все равно, пусть мы победим. Да, я тоже так считаю, поэтому у меня к тебе очень личный вопрос. Давай. Ты боишься заболеть раком? О, очень у меня прям, да, ужасно. Ты знаешь, когда мы даже с тобой какую-нибудь программу ведем, даже просто с упоминанием рака я уже боюсь. А ты? Ну, я, если честно, раньше не задумывался, пока мы не начали готовить эту программу. Сейчас, да, я тоже опасаюсь, если честно. Да, в общем, страшно. Лев Андреевич, а вообще как давно появился диагноз рак? И вообще как он, как вот он появился? Ну, вообще первое упоминание о злокачественной опухоли имеется еще в египетских папирусах. Я должен сказать, что актуальность этой проблемы в те древние времена была, так сказать, не столь выражена. Вследствие того, что просто люди не доживали до... Ну, жили 30 лет в среднем. Да, до своего рака, конечно, да. И, по сути дела, наиболее острой эта проблема стала, ну, так, звучать где-то с середины уже 20 века. Ну, вот. Так что в этом вопросе... Галина Анатольевна, вот, может... А вообще все ли органы подвержены раку? Да, все органы, в которых есть живые клетки... Вообще все. Все органы и ткани подвержены раку. В любом месте организма может развиться злокачественная опухоль. Если можно, слайды... Да, пожалуйста, слайды нам покажите. Клетка, как правило, имеет определенный жизненный цикл, периодически они делятся, и вот в процессе деления генетический материал делится, копируется ДНК, и вот в этот момент могут развиваться различные мутации, какие-то аномалии в нити ДНК, РНК, и если этих поломок накапливается много, наш собственный внутренний механизм иммунной защиты, механизм апоптоза не включается вовремя, накапливаются... Вот желтенький, где помещено. Накапливаются эти поломки, и дальше они могут привести к злокачественной трансформации клеток. И эти клетки начинаются делиться, делиться, размножаться, их становится много, и таким образом... Наши собственные иммунные клетки должны уничтожать эти бракованные... У нас такая очень сложная система, которая распознает клетки с мутациями, с неправильными ДНК, которые... вот эти вот зелочки такие, да, мы так можем их назвать, которые образуются вдруг в процессе деления. Наша собственная внутренняя система их распознает, эти клетки, и зачастую уничтожает. У нас у всех постоянно что-то происходит такое в процессе деления клеток, какие-то поломки, да. Но, к счастью, у нас всё очень умно устроено в организме, и эти клетки распознаются и уничтожаются. Надо сказать, что дети и взрослые болеют, ну, вообще разными раками. У детей чаще встречается лейкемия, опухоли лимфоидной ткани, опухоли центральной нервной системы, периферической нервной системы. Они быстрые ещё, они делятся. Вы знаете, они совсем разные, чем у взрослых, и ребёнок... Чем чаще делится клетка, тем больше вероятность, что появятся какие-то всё-таки клетки с нарушенным вот этим, да, с большим количеством поломок. Но всё-таки они молодые такие, наивные ещё клетки, у них меньше накапливается этих поломок, они часто не такие агрессивные, поэтому дети всё-таки в сто раз реже болеют раком, чем взрослые. Они очень хорошо поддаются химиотерапии, например, в отличие от взрослых, где другие методы лечения, как правило, используются. Ну, про методы лечения мы ещё сегодня поговорим, я думаю. Елья Борисовна, знаете, готовились к этой программе, я прочитала статью американского учёного, и статья меня поразила. Он говорит о том, что всё-таки рак возможен... Заболевание рака возможно при соприкосновении. Так вот, вообще, что это такое? Ведь я считала, что рак не считается инфекционным заболеванием. Хотя, вот смотрите, ведь опыты, которые проводятся, например, на мышках, этих специально заражают раком. На балалтинных вот таких вот мышках я тебе принёс. Вот. Их же заражают раком для того, чтобы потом лечить. Что значит заражают раком? Так всё-таки можно ли заразиться раком? Вопрос совершенно замечательный. Ну, во-первых, мышки, которых... Их не заражают всё-таки раком, а их инфицируют вирусом, который может вызывать рак. Что значит инфицируют вирусом, вызывающим рак? Сейчас расскажу. Ну, а кроме того, это мышки же не мышки, которые бегают под полом в булочной или на даче. Это специальные линии лабораторные, у которых нет иммунной системы, которая может защищаться. Вот. Поэтому, да. То есть это мышки, которым либо прививается опухоль, либо изучаются свойства вируса, который им подсаживают. Это как бы одна часть вопроса. Вторая часть... Звучит пугающий вирус, который вызывает рак. Что значит? Значит, существуют разные теории. Одна из них вирусная, к сожалению, да. В частности, такой вирус, как вирус папиллома человека. То есть известно, ну, какое-то количество вирусов, которые могут вызывать вот генетические поломки в клетках. Но при адекватной реакции иммунной системы организма эти поломки ликвидируются, и вирус держатся в узде. И в частности, вот пример, вирус папиллома человека. Их более ста типов, вот только этого вируса. Два из них считаются связаны с раком шейки манки в свое время. Если я не ошибаюсь, в 2008 году была получена Нобелевская премия. Это Гарольд Цурхаузен за взаимосвязь. Вот если можно слайд. Вот такая вот замечательная, красивая конструкция представляет собой вирус онкогенный, который связан с раком шейки манки. Красота и вирус. То есть он что, разрушает наши... Ух ты! Ничего себе! Да, вот. Но поскольку стало понятно, от чего это возникает, какие механизмы работают, это, в общем-то, и позволило разработать методы профилактики. То есть на сегодняшний день... Сейчас всем делают прививку, да, девочки, у 12 лет. Да, делаются прививки. То есть вакцинация, это профилактика. Мальчиков в Европе тоже. Мальчиков прививаются тоже. Так ведь опасность-то в чем, что как раз перенос осуществляется. Кстати, мальчик может быть носителем. Да. Да, но у нас почему-то не делают, пока мальчикам, делают только девочкам, я узнаю, в школе. Всему свое время, да. в Европе распространены еще и другие некоторые вещи. Нет, ну, неважно. Я думаю, что до этого просто надо дорасти, это еще и финансовые вещи. Да. Ну, кстати, да. То есть в развивающихся странах это, пожалуй, вторая причина смерти Пракши и Кеманки после саркома Капша, которая является проявлением СПИДа. Вот, поэтому это, в общем-то, можно сказать, первая причина. В развитых странах совершенно на другом месте. все-таки про то, что при прикосновении передается на действительно какие-то... Да вот что это за странная была статья? Нет, ну, не при прикосновении. В данном случае, вот, по пиловому вирусу он передается половым путем. То есть считайте это при прикосновении. Не рук, но тем не менее. Американский эксперт доказывал, что, типа, и при прикасании тоже все-таки есть некие... Нет таких доказательств. Пороятно, он не такой... Но сегодня, да, научных доказательств. Но то, что касанием и именно вот через половой путь, это есть. Сегодня, да, доказано. Но это позволило разработать меры профилактики и лечения. Про лечение мы поговорим. Давайте вернем мышек в лабораторию. Они прям, да, хотят сюда вернуться, видимо. Реклама на НТВ. В эфире программа Мы и наука. Наука и мы. Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет мы не будем умирать от рака. Мы это выясним, потому что в конце программы наши гости и оптимисты, и скептики сделают прогноз, с какой вероятностью через 10 лет мы действительно не будем умирать от рака. Кстати, верит в это наш эксперт профессор Капустин. Вы знаете, мне очень нравится высказывание биолога Андрея Гудкова о том, что рак, онкологическое заболевание это подобно преступнику. И вот одного преступника можно поймать, можно посадить в тюрьму, можно даже перевоспитать его, но все равно мы радикально ситуацию не изменим. То есть с онкологическим заболеванием нужно бороться целостно, комплексно, так же, как и с организованной преступностью. Проблема ведь состоит в том, что преступники появляются из обычных людей. И раковые клетки образуются из наших обычных клеток, из обычных клеток нашего организма, которые есть у всех здоровых людей. Но вот для того, чтобы процесс превращения здоровых клеток в онкологические начался, нужно, чтобы сработал какой-то механизм, какой-то пусковой механизм, какая-то появилась команда на этот процесс. Эта команда может появиться извне, но чаще всего, к сожалению, она поступает изнутри. И почему это происходит, мы пока не знаем. Поэтому на сегодняшний день не существует радикального излечения онкологии. Но можно превратить онкологическое заболевание в хроническую болезнь. И с этой болезнью люди могут жить десятки лет. Да, вот что же является триггером вот этим? Если можно, я должен сказать, что мы сегодня знаем, почему формируется и развивается онкологический процесс. Молекулярная биология, генетика, она сегодня дала достаточно исчерпывающую информацию по этому вопросу. Все дело в том, что мы как бы расплачиваемся за нашу многоклеточность. Там, где есть многоклеточная структура биологическая, там всегда есть условия для того, чтобы клетка приобрела патологическое деление. Структура гена остается абсолютно неизмененной. Но меняется функция гена, когда ген замолкает. Допустим, ген, который отвечает за апоптос или за дифференцировку или за противоопухолевую защиту, он метилирован или там ацетилирован, там не имеет значения. Он подвергся определенным эпигенетическим модификациям. Он замолкает. Он не работает. Вообще вся наша старость это череда замолкающихся генов. Поэтому старость и онкология они ассоциированы. Но чем интересно... Да, и кроме всего прочего, вот все эти изменения и мутации, и эпигенетические модификации, они должны быть локализованы не в обычной клетке, которая подвержена последующим апоптозу, там, гибели. Она должна быть зафиксирована в так называемых стволовых клетках. То есть в клетках, которые дают последующие клоны, последующее развитие. И вот этот вот такой дуализм, с одной стороны, изменение функции гена, с другой стороны, стволовая клетка, это вот такие очень важные составляющие, которые, так сказать, и формируют вот развитие опухолевого процесса. Поэтому вот это вот огромное количество... Да, ведь может заработать, а может не заработать. Вот что запускает этот процесс? Огромное количество вот этих вот факторов, они приводят к тому, что вы не найдёте ни одной одинаковой опухоли, и в одной опухоли вы не найдёте ни одной одинаковой клетки. Опухоль очень гетерогенна. Это является очень важным препятствием для того, чтобы она вся отреагировала на лечение. Поэтому часть опухоли всегда, так сказать, остаётся не, так сказать... Недолеченной. Ну как, не уничтоженной. Совершенно верно. Давайте мы на этом прервёмся ненадолго. Реклама на НТВ. В эфире программа «Мы и наука». «Наука и мы». Программа о том, как наука изменит нашу жизнь в ближайшие 10 лет. Через 10 лет мы не будем умирать от рака. Но, к сожалению, не верит в это наш эксперт профессор Капустин. На сегодняшний день химическая технология позволяет создавать лекарства для лечения любой болезни. Одна молекула такого вещества, доставленного в нужную клетку, полностью останавливает, а затем и полностью излечивает болезнь. К сожалению, чтобы получить такое вещество, нужно провести сложный многоступенчатый синтез. Это вещество должно обладать определенными оптическими свойствами. Оно должно обладать заданной пространственной структурой. Все это означает, что стоимость такого лекарства будет измеряться десятками тысяч долларов за один грамм. А для того, чтобы выпустить такое лекарство, потребуются многие миллионы. И это означает, что для абсолютного большинства населения такая терапия будет недоступна. По моему мнению, возможным решением всех онкологических проблем была бы блокада протоантагенного белка. Известно, что подавление активности этого белка приводит к резкому подавлению опухолей. Одна проблема. К сожалению, на сегодняшний день эта терапия совершенно не разработана. Да, терапия бывает разная. Сергей Львович, у нас с Катей есть общий друг Павел, он себе завел недавно нового домашнего питомца. Вот, знакомьтесь. А потом, к сожалению, узнал, что собаки, собаки, если доживают до старости, то, как правило, практически все умирают от рака. От рака легких. Да, от рака легких. А вообще, существуют ли какие-то способы гарантированно не заболеть раком? Знаете, наверное, есть один. Какой? Не родиться. Не родиться. Это, пожалуй, единственный. Убить все гены. Потому что, это, конечно же, многоклеточный организм, вот как сказал Лев Андреевич, это сложная система. И клетки должны работать в унисон. Каждая должна подстраиваться под тон соседний. Если наступает какое-то расстройство, дисбаланс в этой системе, то происходит и дезорганизация всего. если это связано с генетикой и с наследственностью, с мутациями, то это может привести... Тихо, тихо, тихо. Верну, пожалуй, Павлу. Это может привести к злокачественной трансформации. И, как сказано было, зависит от того, в каких клетках это происходит. Действительно, если, с одной стороны, кажется, если это происходит уже в неких специализированных, дифференцированных клетках организма, ну, может быть, она погибнет. Но тоже не всегда это происходит, поскольку, если мы возьмем вот нашу кожу, мы ее теряем ежедневно граммами, а за жизнь 300 килограмм кожи теряем, ну уж теряем и теряем. Но самая опасная опухоль это меланома, это рак кожи, вроде бы, в тех клетках, которые мы теряем. А тем не менее случается. Вот январь, начало января, 2016 года ознаменовалась тем, что в сайенс, в журнале сайенс вышла статья, в которой авторы, два автора из американских ученых, чисто арифметически посчитали и доказали, ну, исходя из известной информации, конечно, на тот момент, что частота возникновения опухолей той или иной ткани зависит от того, сколько раз стволовые клетки этой ткани поделились. Поделились. Чем чаще делятся, тем больше вероятность. А никакие мутагены и факторы окружающей среды на это как бы не влияют. И, конечно же, это был парадокс, то есть это бомба, заложенная в нас, и все остальное, то, что определяет наше взаимодействие с окружающей средой, а это эпигенетика как раз, вроде бы не сказывается. И, конечно, это было обескураживающе. Значит, мы зря все делаем. Но на самом... Надеюсь, что все-таки не зря. Давайте будем активисты. Не зря, конечно. Конечно, не зря. Если есть система, конечно, опять-таки, мы не можем победить, но мы можем приспособиться к этой системе. Приспособиться. И, как правильно сказал наш консультант, мы можем перевести эту систему в другое состояние и сделать болезнь хронической. Жить с ней рядом и в дружбе. Хорошо, вот Лев Андреевич, И вот этим мы отличаемся от взрослых онкологов, потому что дети от рака должны выздоравливать полностью. А, должны не хроническое переходить. Они не должны с ним существовать. Они должны выздороветь и жить полную, полноценную жизнь. То есть, как будто это была какая-то поломка, которую вылечили, которая не должна повториться. какая-то поломка, с которой мы справились. И сегодня... Это при разных опухолях практически. И сегодня 90% детей с острым лимфобластом, лейкозом, это частая опухоль у детей, выздоравливают и живут вообще, забыв, что это самые часто делящиеся клетки. Клетки как раз кровотворной системы. А вот, Ольга Андреевич, если, допустим, проходить обследование, не знаю, два раза в год, да, вот, это хоть какая-то гарантия, что будет вовремя обнаружено и не умрёшь от рака? Значит, смотрите, мы посмотрели, вот есть 10 главных локализаций, которые уводят, так сказать, или уносят 75% жизни. Из этих 10 локализаций только в 4 локализациях мы можем выстроить более-менее раннюю диагностику. То есть, ну, есть какие-то, ну, примитивные, но скрининговые программы есть. Там, шейка матки, предстательная железа, там, молочная железа, ну, так далее. А у остальных даже ранней диагностики? У других, у других 4 локализации там есть некоторые симптомы, там можно каким-то образом сформировать, ну, более-менее раннюю диагностику, допустим, колоректальный рак, анализ на скрытую кровь, так сказать, там, колонскопия, там, гастроскопия, так сказать, вот, японцы, они достигли потрясающих успехов в этом плане. Там, если, допустим, при некоторых ситуациях вовремя сделать бронхоскопию, допустим, а есть заболевания, где злокачественный процесс, он возникает неожиданно, то есть мы можем надеяться на эту раннюю диагностику, но методологии ранней диагностики, особенно, так сказать, в таком скрининговом варианте, то есть в варианте массового обследования, сделала УЗИ основных. Галина Анатольевна, я слышал, вы не согласны. Но я бы не очень с этим согласилась. Известно, что после 50 все люди должны проходить раз в два года, раз в пять лет, в зависимости от наследственности, а колоноскопию, гастроскопию. И это очень-очень действенный метод как профилактики, так и ранней диагностики. Все-таки профилактировать можно, на ранней стадии распознавать именно вот это и диспансеризация. И, Борисовна, я просто хочу уточнить, да, вот хочу уточнить, безусловно, что если это начальные стадии рака, вылечить можно практически любой рак. Поэтому вроде бы казалось, значит, надо просто искать какие-то... А вообще-то на ранней стадии почти любой рак излечил. Ну, безусловно, да. Или есть какие-то виды? Ну, нет, конечно. Вот я хотел бы пересекнуть. Слово почти, оно различный размер. Да, имеет разбытый горизонт. Знаете, просто дело все в том, что что значит как бы ранняя стадия. То есть к тому, что мы привыкли до недавнего времени называть ранней стадии, когда мы видим в небольшом объеме небольшое образование, и вроде как это ранняя стадия. Но когда мы начали применять другие методы исследования, например, методы ядерной медицины, мы увидели, что отсевы уже далеко. И сам метаболизм, и биологические свойства этой опухоли, они значительно более агрессивны, чем даже там при третьей-четвертой стадии. То есть, да, то есть известный опухоль. а как сегодня вот лечат рак, и можно ли назвать какой-то способ лечения сегодня основным? Вот если мы выявили на ранней стадии... Подожди, вот что ранней стадии? Я хотела сказать, что есть такие раки, конечно, например, злокачественная глиома ствола. Вообще глиома, опухоль центральной нервной системы, все знают, что это опухоль, которая практически сегодня не лечится. Но основными методами терапии про это знают все. Являются химиотерапия в разных режимах, это оперативное лечение, это лучевая терапия. Они иногда дополняют друг друга, иногда что-то требуется одно. При ранней стадии очень часто требуется только операция. а иногда это нужен обязательно комплекс и все эти методы лечения должны проводиться. Как Лев Андреевич сказал, что это должно быть комплексно. Но я... Да, но появляются, конечно, все новые и новые методы терапии. А вот три разных ребенка. Это их такие данные визуализации, данные компьютерной томографии. И у всех этих детей при молекулярном исследовании, мы всем детям сегодня это проводим, следующий слайд, мы обнаружили мутацию гена... Вот этого BRAF? Да, BRAF, BRAF. И, к счастью, на сегодняшний день есть лекарства, которые блокируют как бы эту мутацию и клетка прекращает безудержно размножаться. И вот это вот их снимки у одного ребенка через 4 месяца терапии этой волшебной таблеткой. Полный ответ через 4 месяца. Убрали токсичную химиотерапию. Больше не понадобилась операция. Юлия Борисовна, а что такое нейтронная терапия? Вот она как работает? Замечательный вопрос. Сейчас я туда пойду, потому что у меня будет и рассказ, и рисунок. Значит, на сегодняшний день отмечается ренессанс интереса во всем мире к нейтронной терапии. А, в смысле? То есть он уже был, потом пропал? Да, безусловно. То есть вот все виды излучения, какие мы изучали в школе, вот даже такую линеечку мы изучали, там разные виды излучений, частицы и так далее, они все нашли свое место так или иначе для лечения различных заболеваний и онкологических, и неонкологических. Проблема только в том, чтобы были решения технические, удобные, оптимальные для лечебных учреждений. Потому что, понимаете, вот в частности вот такие частицы, как протоны, нейтроны, в основном это были пучки, которые отходили от огромных реакторов. Поэтому принести в лечебное учреждение это невозможно. Направить точно на опухоль. А пациента туда привозить, да, то есть это не совсем простые пациенты, чтобы постоянно с ними ездить на территорию институтов за колючей проволокой. Вот. Своё время, то есть изучено всё, и причём нейтроны, они показывали самые потрясающие результаты при взаимодействии с опухолью. То есть вот хотелось бы, протоны более тяжёлые. Нет, вот смотрите, нейтроны. Они-то, ну, они очень лёгкие, пушистые, и их была проблема в том, что их невозможно подсобрать. Вот. И они есть там разные, сверхбыстрые, там эпитепловые. Результаты потрясающие, собрать было невозможно. И потом на какой-то момент весь мир потерял к ним интерес, потому что возложили большие надежды на протонную терапию. На тяжёлую протонную. На протонную, на ионную терапию, потому что всё-таки как-то это фокусируется. Но оказалось, прошло время, оказалось, что всё-таки есть сегмент опухоли, которые резистентны и к протонам, и к тяжёлым ионам, и ко всем другим вариантам. Только нейтроны. Поэтому, как бы, онкологи использовали калифорний, то есть это радионуклид, но там постоянное излучение. Поэтому это сложно. Они попросили сделать что-нибудь лёгкое, ну, и управляемое. Значит, поэтому мы отвергаем тяжёлые, такие сверх... вернее, сверхбыстрые, и оставили лёгкие, эпитепловые. Но стоит вопрос, как же их собрать в одну точечку? Потому что никакими коллиматорами невозможно. Фактически, если мы чем-то будем тормозить нейтроны... Ну, вы знаете, наверное, каждый был у водопада. Вы стоите, вода разбивается, и всё вокруг мокро. Нейтроны же разлетаются в разные стороны. Они разлетаются во все стороны. Поэтому идея была такая, то есть мы знаем о том, что бор нерадиоактивный, он прекрасно поглощает. Значит, соответственно, вот как бы, поскольку это голова шея, то есть, ну, я постараюсь так изобразить, то есть, вот, допустим, это голова, да, вот здесь вот, наверное, нос, это был бы рот, и вот здесь вот находится опухоль. И вот надо в эту опухоль доставить нейтроны. Нейтроны будут идти вот таким вот пучком, вот это вот нейтрончики, они абсолютно не заряженные, они летят, эпитепловые нейтроны. Мы можем сделать небольшие циклатроны. Отдельно я в конце расскажу об этом. Но как же их собрать? Поэтому берется транспортная конструкция, вот какая-то пространственная там молекула, какая-то вот молекула, которая имеет тропность, как магнит, она тянется в эту опухоль. И в эту, в состав... Ну, не знаю, там буквально глотает или... Ну, глотает или вводит в кровь, да, соответственно, это молекулы накапливаются, они садятся на... прицепляются к рецепторам, которые на поверхности опухолевых клеток. И в состав этой конструкции входит бор десятый, который и поглощает... Притягивает к себе вот эти самые нейтроны летящие. Нейтрончики собираются все вот к этому бору, и там происходит реакция совершенно замечательной альфа-частицы, которая в очень небольшом объеме проводит разрушение. Разрушает клетки, вот те самые бракованные... И вот сегодня ренессанс, и, к счастью, вот так вот сложилось, то есть если в каких-то других технологиях мы догоняем окружающий мир, то поскольку весь мир остановился в одной точке, и система планирования, и аппаратные решения, то мы сегодня вот в одной точке отсчета, но не так связаны регламентами, как окружающий мир. И вот на сегодня у нас идет разработка и с центром НМИЦ радиологии, вот Андрей Дмитриевич Каприн, да руководитель, академик НМИЦ онкологии, экологии Блохина и Грановский центр. В госкорпорации Росатом у нас есть решение очень компактный циклотрон, недавно мы его замеряли моими размерами, то есть он ростом с меня, там чуть пошире, то есть вот такая вот конструкция, которая может быть использована в лечебном учреждении. Спасибо большое. Возвращайтесь к нам, пожалуйста. Сергей Львович, как вы считаете, вот нейтронная терапия может заменить другие способы или борьбы с раком? Ну, вы знаете, я, конечно же, полностью солидарен с Лев Андреевичем, который сказал, что нужен комплексный подход. Комплексный подход, потому что опухоль, действительно, опухолевые клетки внутри опухоли, они гетерогенные, они разные, они по-разному реагируют и на скальпель хирурга. Может быть опухоль, которую хирург вырезал, например, меланома, и после того, как он удалил первичную опухоль, тут же наступает диссеминация, тут же идут метастазы. А есть другие опухоли, которые хирург не может достать, как, например, зачастую не достают глиомы, которые имеют очень сложную мозговую локализацию. И поэтому под каждый тип опухоли и под некоторые клетки внутри самой опухоли за гетерогенностью должны быть применены системы. различные системы. Вот профессор Капустин захотел блокировать протоонкогены. Это достаточно хорошо делается, и, например, существует уже зарегистрированный только в Китае генный препарат, который как раз направлен на подобную борьбу с протоонкогенами. И это работает. Сегодня, как Геннадий, скажите мне, я же только что показала ген Биран, который является просто так. Сегодня целая эволюция произошла с иммунной системой. То, что раньше иммунная система не распознавала, точнее, опухоль ускользала от иммунной системы, сегодня появилось большое количество молекул, которые как раз дают возможность иммунной системе распознать опухолевые клетки. Это уже работает или клинические испытания? Почему? Это работает. Это сейчас очень хорошо. А с другой стороны, стимуляция же иммунной системы параллельно даст еще быстрее размножаться самой опухоли? Нет, не даст. Это моноклональные антитела, которые бьют прямо с неправильного комплекса клеток, несущих определенный опухолевый антиген. Поэтому это развивается, но, к сожалению... Извините, что я... У нас иногда скепти присоединяются в те места. Да, я все-таки буду продолжать такую, так сказать, линию пессимиста, потому что... Скептика, давайте. Скептика, да. Все дело в том, что мы иногда очень примитивно воспринимаем злокачественный процесс, определяя его как скопление клеток, группу клеток... Которую надо убрать. Да, которую нужно убрать, и вот если мы это уберем, то мы решим задачу. К сожалению, злокачественный процесс это эволюционно выстроенная биологическая машина, биологическая структура, которая очень сложная по своей конструкции, по своему развитию, по своему взаимодействию. Вот если можно, слайд, пожалуйста. И в этой конструкции мы иногда себе напоминаем, вот видите, какая первичная опухоль, метастатическая болезнь, которая представлена макрометастазами, микродормантными метастазами, то есть метастазами, которые, так сказать, находятся в спящем состоянии. Это стволовые клетки. Кроме того, циркулирующие, так сказать, опухолевые клетки и различные комплексы жизнедеятельности опухоли, они циркулируют. И вот все это вместе... Это не значит, что надо сдаться. Может быть, какие-то появятся новые методы диагностики. Ну, конечно, именно поэтому мы должны активизировать иммунную систему. Я вот об этом и хочу сказать, что любой наш вид лечения сегодня, будь то хирургия, будь то химиотерапия или лучевая терапия, она не способна полностью убрать всю эту конструкцию. А что будет способна? Иногда какие-нибудь новые методы лечения появятся в спящем состоянии опухолевой вакцины. Это иммунная система. Она должна искать. То, что иммунная... Можно, пожалуйста, следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Вот это вот представлено приблизительно конструкция та, которая и отвечает за то, почему нам не удается эффективно излечить рак. Да потому что мы его, во-первых, поздно диагностируем, мы его диагностируем на этапе, когда количество опухолевых клеток 10-9 степени. Это миллиарды клеток. Но до этого момента... Один миллиард. А? Один миллиард. Миллиард клеток, да. Но уже на этапе, когда всего 1000 клеток, это 10-3 степени, формируется свой собственный ангиогенез. И это говорит о том, что уже с этого момента... Ангиогенез – это кровеснабжение опухолевых. Кровеснабжение. Давайте уже ускакали. Давайте как-нибудь закроем дверь. Давайте все-таки закроем дверь и немного про оптимизм. Про оптимизм. В ближайшие 10 лет что-нибудь получится. Вот теперь про оптимизм, что я хочу сказать. В опухоли нужно найти слабое звено. Сегодня известное – это слабое звено, на которое можно воздействовать, которое является характерным для всей конструкции опухоли. Это воспаление, которое сопровождает любую опухоль с момента ее начала до завершающего этапа. И эпигенетика опухолевого процесса – это слабое звено, потому что сегодня существуют препараты, которые могут блокировать воспаление, а значит, они лишают опухоль. Кровеснабжение. Очень многих качеств, очень многих моментов, из чего формируется это разнообразие. И второй момент – это эпигенетика. Есть препараты, которые способны восстанавливать функциональную активность гена, то есть переводить опухоль в совершенно другое состояние, то есть формировать более дифференцированные клоны. То есть клоны, которые не являются уже столь злокачественными и столь опасными для… Это совершенно другая… На эту тему можно подспорить. Мы этим занимаемся много. В ближайшие 10 лет что появится нового? Мы этим занимаемся. Про иммунотерапию я хотела сказать. А, да, вот про иммунотерапию. Клеточная терапия. Мы сегодня тоже этим занимаемся. Кстати, единственное пока что в России… Стимулировать иммунитет? Это очень опасно. Нужно есть определенные антитела, которые распознают антигены на поверхности больных клеток и блокируют их, и таких препаратов уже тоже много. Есть клеточная терапия. И мы сегодня тоже этим занимаемся, когда мы модифицируем клетку таким образом, что на ее поверхности образуются рецепторы, связывающие больную клетку. Это все не медицина будущего. Это уже медицина настоящего. А вот вам пока… Вам поможет, когда, например, такая нейронная терапия? Есть гематология. Есть гематология. Там лучевая терапия используется, когда речь идет о пересадке костного мозга, тогда проводят просто тотальную стерилизацию, куда можно пересадить на новые клетки. Не совсем так, конечно. Ну, я в общих чертах. Значит, а вот данные варианты терапии, когда есть солидная опухоль, и, конечно, для детей это тоже выход, потому что у детей, все-таки, возвращаясь к началу, сарком 30%. Если у взрослых это промилле, то у детей это 30%, и в основном локализация голова, шея, где особенно скальпелем не разойдешься. Вот там, где, в общем-то, и протоны, и ионы резистентны, поэтому, конечно, безусловно, надо искать иные варианты, и нейтроны – это выход. Уважаемые гости, оптимисты и скептики, я понимаю, что и за 10 лет, и, наверное, за 50, мы не победим рак. Может быть, не победим, скажем так, давай. Да, да, ну просто 10 лет, конечно, тоже мало, но, возможно, мы перестанем действительно от него умирать, поэтому прошу вас сделать такой прогноз, с какой вероятностью через 10 лет мы действительно не будем умирать от рака. Пусть мы от других заболеваний, не знаю, у кого есть такое. Кто готов? Да, Лев Андреевич. Пусть это звучит пессимистично, но я должен сказать, что если говорить о какой-то десятилетии перспективы, мы единственное, что можем сделать, это реальная, наиболее такая реальная вещь, а не говорить о каком-то излечении, которое пока еще... Нет, мы не говорим про излечение. Перестанем хотя бы умирать от него. То есть мы действительно можем перевести рак в некое хроническое заболевание. Да, хроническое заболевание. Сегодня от рака умирает приблизительно во всем мире. Даже в высокоразвитых странах и в Америке 40% населения, 25% где-то это хроническое течение, и где-то 30% это то, что мы называем излечением, там, где мы добиваемся пятилетнего излечения. Вот единственное, что можно сделать наиболее реально, это перевести часть больных, которые вот эти 40%, которые погибают, перевести их в ту зону, где они долго лечатся, но здесь еще важно, чтобы это решение... Вероятность этого сколько? Вероятность этого, ну, процентов 90, будем так говорить, это наиболее вероятно, потому что сегодня на подходе препараты, которые позволяют взять под контроль вот те главные фрагменты опухолевого процесса, о которых я сказал, это воспаление и эпигенетику процесса. Потому что воздействие на отдельные мишени, на монотерапию, на какие-то отдельные гены, это, так сказать, не решит проблему. Потому что, еще раз повторяю, очень гетерогенна опухоль. Но с вероятностью 90%. 90%, спасибо большое. Мы не будем умирать. Сергей Львович, у вас есть прогноз? Да, конечно же, у меня есть прогнозы. То, что люди будут умирать, в принципе, с возрастом, это однозначно. Но как раз, я думаю, старости, онкологические заболевания как раз относятся к старости, это именно признак проявления старости, вот это будет как раз отодвинуто. И будет, конечно, отодвинуто современными способами. Мы прекрасно разработали технику, хирургию, химию, радиационную терапию. Сейчас пришел новый век. Мы знаем биологические законы. Вот если мы знаем, что есть мутация БРАФ, у нас есть химическое вещество, мы можем воздействовать, чтобы компенсировать эту мутацию негативную. У нас есть гены, которые мы можем вводить для того, чтобы клетки опухоли сами себя убивали. Это есть такие препараты. Мы можем стимулировать иммунную систему, чтобы она искала метастазы там, где не может найти хирург. И на самом деле, я думаю, что десятилетние, я не столь оптимистичен, что на 90%, но на 70% точно. 70%, спасибо большое. Юлия Борисовна, какой ваш прогноз? Через 10 лет мы перестанем умирать от рака? С какой вероятностью? Вот если бы вы ставили вопрос, какой прогноз, через 10 лет мы победим рак, то тогда я бы ставила бы 10%, не больше. Но поскольку стоит вопрос, что через 10 лет мы перестанем умирать от рака, я здесь соглашусь с Львом Андреевичем, что это 90%. У нас сегодня замечательные скептики. Да. Собственно говоря, здесь очень много было сказано, что очень приятно, очень много говорилось о том, что клетки, нам всем по отдельности, они хорошо известны, мы знаем, как с ними бороться, есть масса методов, но когда их много, тогда уже работают психологией толпы. А психология толпы это совсем другая история. И, очевидно, надо тогда вложить деньги в такую науку, как исследование психологии вот этой толпы под названием злокачественные клетки. И когда мы поймем, какие у них там социо-когнитивные взаимоотношения, тогда уже мы можем поговорить и о том, что... Ну, в общем, 90% вы даете. 90% даете. Спасибо большое. Далина Анатольевна. Далина Анатольевна, вы заговорчески общались с нашим прекрасным генетиком и улыбались. Есть у вас прогноз? Какой вероятности мы перестанем умирать от рака? Я все-таки, мне кажется, реалист. Я практикующий врач. Я работаю в очень прогрессивной клинике. Мы, в отличие от взрослых, конечно, я уже говорила, работаем на излечение. Я понимаю, что через 10 лет мы не победим рак точно. И через 10 лет... Я не могу сказать, сколько процентов, но, к сожалению, люди будут продолжать умирать. Но вот через 20 лет или 30 или 50, я не знаю когда, я думаю, что мы сможем добиться того, чтобы люди не умирали от рака вообще. Потому что процесс накопления знаний, он идет. Каждый год появляются новые молекулы. Каждый год открываются новые мутации, которые отвечают за развитие того или иного рака. Каждый год мы знаем десятки этих новых молекул. Я помню еще десятилетия, наверное, лет 10 назад, когда мы бывали на международных конгрессах и слушали доклады там разных групп, исследовательские такие режимы, такие режимы химиотерапии. И, в общем, понимали, что ничего нового. А вот сейчас мы приезжаем, и каждый раз мы слышим новое, и каждый раз мы слышим новое, потому что появляется новое и новое знание о молекулярной, о биологии рака. И эти механизмы ищут ученые всего мира. В третьем же через 10 лет вы подтвердите свой прогноз позитивный. Но не через 10 лет. Нам надо накопить знания, нам надо всем поумнеть. Ну хотя бы 50% вы даете? 50 лет 100% будет. Значит, через 10 лет 20%. 20%? Ну нет, конечно. Если я говорю, что у нас уже сейчас 90% детей выздоравливает. Ну у взрослых я понимаю, что все не так. Но у взрослых, я думаю, процентов 70-то будут... Вот. Разговор не идет об излечении. Выздоравливает. Разговор идет о том, что мы не будем умирать. Мы не будем умирать от рака, вопрос. Вот через 10 лет с какой вероятностью? Просто не умирать. Просто не умирать. Да. Ну это зависит от многих обстоятельств. Ну в принципе, если все будет хорошо, если у нас будет достаточное количество нужных лекарств... Если мы будем идти, тем же курсом. Если у нас все будет хорошо, ну наверное, 90% могут жить. 90%. Спасибо большое. Володя, я так боялась эту программу, я так боялась услышать, что люди как умирали, так и будут умирать от рака. У меня было так страшно, но ты знаешь, с вероятностью 85%... Нет, конечно, рак неизлечимый, конечно, он выпирается. Но с вероятностью 85% люди не будут от него умирать, переводить хроническое состояние и потом долго жить. На самом деле, теперь мне самое главное, чтобы это было доступно как можно большему количеству населения. Я понимаю, что только технологии идут вперед, только они начинают развиваться. И хочется, чтобы это со временем, через 10 лет это были не единичные случаи продолжительности, долгой продолжительности жизни с раком, чтобы это было доступно каждому, не дай бог, больному человеку. А мне, знаешь, чего хочется? Мне хочется того, чтобы, когда люди через 10 лет слышали слово рак, они думали только вот о таком. Да. Это тебе. И перестали его бояться. Ой, нет, я все равно боюсь. Красного, красного. Тогда вот таких тебе. О, ты угадал. Ой, хорошо бы, чтобы, да, это было так. Это была программа. Мы и наука. Наука и мы. Программа о том, как наука изменить в том числе и нашу с тобой жизнь в ближайшие 10 лет. Ой, главное не болейте, увидимся через неделю. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok